Аттракционы в парке имени Зернова будут работать этим летом. Последний раз их включали на празднование Масленицы в прошлом году. Предположительно, свои двери для юных саровчан аттракционный комплекс откроют уже в первой декаде мая. Сейчас он проходит техническую проверку после зимнего периода. Проведены уже динамические, статические испытания. Все аттракционы зиму и прошлое лето перезимовали и переждали хорошо. Также проведена независимая экспертиза технического освидетельствования всех аттракционов. Специалисты, которые приезжают в наш город, проверили электрическую часть, механическую часть и, естественно, все металлоконструкции на износ и коррозию. Каждый аттракцион также проходит процесс государственной аттестации, после которого он должен получить свой регистрационный номер. После этого карусели будут готовы к запуску. Традиционно льготное катание для детей из многодетных семей и детей-инвалидов будет проходить каждую первую и третью среду месяца. Планируют ввести дисконт-день. Аттракционы будут открыты в будний день в дневное время. В кавычках можно назвать это «бабушкин день», потому что в период буднего дня очень много бабушек и дедушек прогуливаются в парке со своими внуками, которые приезжают к ним на лето. Именно для них будет организован этот день, определенный будний, в дневное время они смогут прокатиться на аттракционах по льготной цене. На протяжении трех дней с 7 по 9 мая в Поймере Кисатис на большом экране в определенные часы будут показывать документальные фильмы, социальные и патриотические ролики, посвященные Великой Отечественной войне. Уже известна праздничная программа на 9 мая. 9 мая парк культуры отдыха имени Зернова будет ждать, к сожалению, на немножко нетрадиционные мероприятия. В том же ключе оно пройдет, как и масленичное гуляние, которое состоялось у нас в парке ввиду тех ограничений, которые действуют. Естественно, мы надеемся, к этому периоду заработают аттракционы, будет работать праздничная ярмарка. В 18.00 здесь пройдет традиционная патриотическая акция «Вальс Победы», присоединиться к которой могут все желающие. Организаторы напоминают, что для участия к ней желательно подобрать костюм, близкий по стилю к 40-м годам. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.